Итак, мы продолжаем наше занятие и сейчас мы коснемся периода, известного как Новый Завет. Период, в котором мы с вами все сейчас живем, находимся и коснемся вопросов того, как же нам с вами относиться к таким понятиям, как десятина, даяния, кого поддерживать, не поддерживать, почему и что мы можем увидеть об этом. В Писании. Итак, мы знаем, что Ишуа пришел в этот мир в период, когда вовсю действовал Синайский Завет. То есть на момент рождения, на момент его смерти в Иерусалиме находился храм, строение, где все евреи по-прежнему трижды в год приходили, куда приносились десятины, приносились жертвы. И все необходимое функционировало. Вот весь тот порядок, о котором мы говорили с вами на предыдущих занятиях, он осуществлялся во время жизни и служения Иисуса Христа здесь на земле. И очень интересно, что у Ишуа появляются ученики. Мы читаем об этом сразу же в Евангелиях. И мы видим, что Ишуа сам заботится о том, чтобы они имели все необходимое для жизни и благочестия. То есть он заботится о своих учениках. Также он не отменяет действующих на то время установлений закона. Он нигде не говорит о том, что так, послушайте, я хочу, чтобы вы все слышали. Я хожу по городам и селам. С этого момента, пожалуйста, десятины в храм не носить, священников не поддерживать. На самом деле настоящие священники — это мои ученики. А я великий первосвященник. Я войду во святое святых, принесу жертвы где-то там на небесах и так далее и тому подобное. Нигде такого нет. То есть Ишуа, он в своем учении, мы видим фрагменты, когда он критикует установленную политику мздоимства. В частности, вы помните историю Закхея, историю с притчами. В притчах, когда он говорил о тех коррупционных схемах, о злом управителей, который делает различные страшные вещи. В частности, Луки, 19 глава, 11 стиха. Мы с вами как-то разбирали эту историю о неверном слуге, о злом хозяине, который уходит в дальнюю страну и так далее. Ишуа критикует коррупцию в храмовой системе. Потому что нужно понимать, что садукеи, которые занимались храмом на тот момент, они обладали огромнейшим богатством. Денег было очень и очень много в храме. Несмотря на то, что Иудея находилась под оккупацией Рима, тем не менее финансовые потоки были очень сильные, стабильные. И они оседали в достаточно небольшом, скажем так, кругу людей. Итак, апостолы возлагают материальную ответственность за служителей Нового Завета на людей, которые принимают их, на уверовавших. При этом снова же нигде не говорится о том, что это заменяет жертвы, приношения и десятины в храме. Вы помните, как Ишуа посылал своих учеников? Он говорил о том, что вы приходите в селение, оставайтесь, ешьте, пейте, можете с собой ничего не брать, но трудящийся он достоин пропитания. То есть, иными словами, если вы трудитесь, то о вас будут заботиться. И это являлось вполне нормально. То есть, еще раз, появилось как бы две структуры. Одна структура, не, скажем, появилась еще одна структура. Одна структура была установлена Синайским договором, мы ее с вами разобрали. И вторую структуру учреждает Ишуа. Она очень простая. Есть служителя, которые служат Господу, служителя Нового Завета, и забота об этих служителях возлагается на уверовавших людей, которым они служат. Но через очень короткое время произошло важное событие в еврейском мире. Храм был разрушен. Все было разрушено. И после разрушения храма, рассеяния евреев, упраздняется институт священства. Саддукеи, как таковые, перестают существовать фактически. То есть, мы знаем с вами исторически, что пальму первенства иудаизма подхватывает фарисейское движение, развивает его, трансформирует, приспосабливает под себя. И вот сейчас мы с вами то, что имеем, фактически это отголоски того фарисейского иудаизма, который был изначально у основания всех иудаизмов, фактически которых мы с вами знаем. Итак, получается, что десятины, как таковые, они становятся неактуальными. Некуда принести, некому отдать, не с кем пойти и посетить это место, куда нужно было пойти. Либо нужно складывать какое-то количество денег, и эти деньги должны были передаваться из поколения в поколение, чтобы когда-то, может быть, когда восстановится храм, это принести. Либо надо было с этим что-то делать. И иудаизм решает этот вопрос по-своему. В данном случае мы не будем разбирать эти моменты. Для нас важно, что же делать верующим людям. А верующим людям нужно делать то же, что они делали во время служения Иешуа. Поскольку эти две ответственности за служителей Нового Завета и служителей Синайского Завета, они шли параллельно, то есть они не пересекались друг с другом, то если одна не работает, вторая по-прежнему остается актуальной. Потому что мы знаем, что служение, новозаветное служение, оно развивалось и, слава Богу, развивается с большей и большей силой. Давайте посмотрим несколько мест Писания. Матфея, 10 глава, с 8-го, 2-й части стиха до 10-го стиха. Даром получили, даром, давайте, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Луки, 10 глава, 7-й стих. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои, не переходите из дома в дом. Даром получили, даром, давайте. По закону левиты должны были учить закону бесплатно. И мы знаем, что по городам, где находились левиты, были также и синагоги. После Вавилонского плена были организованы синагоги, в которых проходило учение. То есть левиты были теми людьми, которые поддерживали духовное состояние нации. Иными словами, как Бог научил закону Моисея бесплатно, Моисей бесплатно передал его народу, так делай и ты. Даром получил, даром давай. Нельзя требовать плату за передачу знаний. Нельзя. Левиты передавали закон бесплатно, это была их ответственность перед Богом. И с другой стороны, народ имел ответственность перед Богом за то, чтобы левиты не нуждались. Иными словами, люди ответственны перед Богом. За то, чтобы левиты не нуждались. А левиты ответственны перед Богом за то, чтобы учить. И нужно в этой схеме увидеть такой важный момент. Друг перед другом они не ответственны. Ты не можешь приходить и говорить, вы кормите меня. А они там, допустим, тоже приходите и говорят, вы теперь питайте меня, потому что я кормлю вас. Я служу независимо от того, дадут мне какое-то пожертвование или не дадут мне пожертвование. Уловили этот смысл? Народ ответственный перед Богом и служитель ответственный перед Богом. Есть высшая власть, перед которой мы ответственны. И неисполнение одной стороны не снимает ответственности перед другой стороной. То есть иными словами, если община не заботится о своем пастыре, это не значит, что пастырь скажет, «Да, все, я обиделся на вас, ухожу я от вас, вы даже мне какой-нибудь Лексус не купили. Ну как бы, а что сейчас за уровень жизни без Лексуса? Не согласен, ухожу я от вас». То есть, ну, это абсурд, это не по Писанию. И нужды не обеспечивают. Надо разговаривать, почему и что. Не может содержать пастыря, если маленькая община не может содержать пастыря. Если такое, это не значит, что пастырь, если маленькая община, вопрос такой, и не может обеспечивать пастыря, здесь надо садиться и разбираться, действительно ли община не может обеспечивать, вопрос, ну, то есть это надо понимать, о чем мы говорим. Потому что, предположим так, смотрите, если община состоит из 10 человек, которые имеют понимание десятины, хотя бы просто, да, мы ограничимся 10% своей зарплаты, и каждый принесет ее и будет участвовать, ну, как бы, благословит пастыря этой десятины. Получается одна зарплата. Понимаете, да? Если не все... Я понимаю. Женщины сидят с детьми, не работают. Ну, что я могу сказать? Много пастырей у нас на Украине служит без денег. Наш пастырь не получает зарплаты от общины, чтобы вы знали это. Я не получаю зарплаты от общины. Никто в нас вообще не получает зарплаты. Наша община вот такая бедная, чтобы вы понимали. Все наши сборы, которые мы собираем, они уходят на то, чтобы мы могли организовать служение. Покрывать наши нужды текущие и аренды, и все то, что происходит. Поэтому далеко ходить не надо. Но снимает ли это ответственность? Нет. И если ты имеешь веру, Бог будет с других источников находить для тебя финансирование. Вопрос в другом. Нормально ли, что община из двухсот человек не может позаботиться о самой себе? Конечно, ненормально. Это о нашей общине. Да, очень даже о нашей. Ненормально. Почему это происходит? Либо не научены, либо нет веры в этом, либо не понимают каких-то вещей. Понимаете, да? Потому что я знаю такие же общины, которые меньшим числом, которые, поверьте мне, все в порядке у всех. На должном уровне. И пастырь не заглядывает никому в глаза и не пытается выпросить какое-то подаяние. Ну, все происходит нормально в духе любви, заботы и почитания друг к другу. Итак, все же нам нужно разобрать саму идею. Ишуа говорит своим ученикам, что не брите ни золота, ни серебра, ни меди в пояс, ну, это тот же кошелек, ни еды. И он говорит это не для того, чтобы ученики почувствовали себя, знаете, как бы неудобно. Я когда-то, помню, первый раз прочитал эти места, думаю, вот это, короче говоря, быть миссионером. Ничего себе, ну, как бы... Работа. Тебя послали, ничего не дали, и ты крутись, как хочешь. Но вы знаете, что в то общество, куда он посылал своих учеников, для них было очень нормально заботиться о людях, которые тебя учат. Для них это было нормально. Почему? Потому что для них было нормально заботиться о левитах. Фактически Ишуа был, можно так скажем, бродячим учителем. Он не был левитом из колена левия, но тем не менее он делился истиной, он никого не заставлял. Но люди, они открывали свои сердца. И были те, кто без проблем заботились финансами и участвовали в его служении. Мы понимаем, что глядя на то, как выглядел Ишуа, он не был очень богато одет, но он и не ходил в обносках. То есть, когда мы читаем описание его смерти и то, что там у него был цельный хитон, который был на нем, на тот момент это была дорогая одежда. Но обратно же, он хорошо выглядел и с богатыми людьми, и с бедными людьми. И существует такая универсальная рекомендация для служителей и пастырей относительно того, в какой же уровень все же должен быть жизни пастыря, например. Насколько он должен был богат или насколько он беден должен быть. И есть такая рекомендация. Хорошо, если он находится где-то посередине, потому что в разном обществе по-разному определяется понятие богатый или бедный. Это нельзя сказать конкретной суммой. Вот у нас на Украине богатый это сколько? Или бедный это сколько? Сколько должен зарабатывать пастырь, например, чтобы говорить, что он богатый человек? У каждого будет своя цифра в голове, правда? В зависимости от региона, в зависимости от наших с вами финансовых привычек. Якорей, как мы с вами говорили. Но основная идея в том, что он должен быть посередине. Он не должен одеваться слишком бедно, но он не должен одеваться и слишком богато. То есть люди в церкви, он должен соответствовать примерно среднему уровню человека в своей церкви, в которой он находится. Это нормально, это этически правильно. Обратно же, это рекомендация. Но в данном случае мы разбираем кое-что другое. Итак, трудящийся достоин пропитания. Иудеи очень хорошо знали эту фразу. И мы видим, что здесь есть ответственность, обязательство как на учителя, так и на народ. Давайте посмотрим теперь некоторые места Писания. 1 Коринфянам 9 глава 6-11 стих. Все нормально у вас? Такая мышиная возня какая-то. А в Аллах ли печется Бог? Или, конечно, для вас говорится, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? И 1 Тимофея 5 глава 17-18 стих. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего. И трудящийся достоин награды своей. Смотрите, Павел здесь очень интересно выражает свою мысль, достаточно категорично. Он говорит, что он и Варнава имеют определенную власть как служитель. Власть не работать. Так звучит. Хотя мы знаем, что Павел пренебрегал этой властью. Он шил палатки, он говорил, разве я был для вас кому-то обузой? Но тем не менее, он не брезговал этими вещами. При этом он служил и очень много. Вы согласитесь, что человек уровня Павла, он мог бы организовать очень неплохо свой бизнес. Да, и все было бы в порядке. Правильных людей надо исцелять просто. В правильных местах. И все, дары, дарами, ну а что тут такого, все нормально. Но мы видим, что он открыт был абсолютно ко всем людям. При этом он говорит, я имею власть, вместе с Варнавой преимущество или привилегию не работать. И это именно власть. И эта власть, она дарована ему Богом. Дальше он объясняет эту всю историю, что если ты солдат, то ты разве будешь служить на своем содержании? Если ты кому-то служишь, то есть кто-то, кто позаботится о тебе, должен позаботиться, кто должен принять участие в твоем действии. Если ты волк, который молотит, значит ты достоин того, чтобы тебя покормили, ты работал, тебя должны покормить. И он говорит о том, что, ну разве это говорится только о Валахе или о том, что это должно происходить в контексте закона Моисея. Он говорит, нет, принцип, принцип остается тот же. Если кто-то трудится, то это нормально, если он получает какое-то достойное обеспечение за то, что он трудится. И здесь мы снова касаемся такого понятия, как призвание. Сегодня мы можем, в принципе, найти людей, которые без проблем могут сказать, окей, я буду проповедовать Евангелие, а вы меня, значит, кормите. Я буду благовествовать, а вы меня содержите. Это, ну, очень неплохая идея, но есть, как бы, некоторые проблемы с этой идеей. Если ты сам решил, что у тебя есть власть, что у тебя есть дары, что ты тот, кого послали на какую-то работу, то, возможно, как бы ты сам и позаботишься о том, чтобы было содержание. Если же Бог тебя посылает куда-то, понимаете разницу, да? То Бог заботится о тебе. Власть, она всегда связана с призванием, она связана с тем, что человека посылает куда-то Господь на исполнение какое-то действие. Одно дело иметь власть, не работать, другое дело требовать деньги. Уловили момент? Галатам 6, глава 6, 10 стих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Бог посылает своих служителей, и Он обеспечивает их через тех людей, которым они служат. То же самое остаётся. Есть ответственность, как и с левитами. Если ты тот, кто избран, если ты тот, кто послан, быть служителем, у тебя есть ответственность учить. У людей, которым человек служит, есть ответственность заботиться о служителях. Сколько мы должны жертвовать в контексте Нового Завета? Большой вопрос. Хочу вам сказать так, что в контексте Нового Завета размер наших с вами приношений ограничен только нашей благодарностью и любовью к Господу и нашей привязанностью к деньгам. Это вопрос веры, любви, и не стоит к нему подходить с точки зрения закона и говорить, что мы должны 10%, 21%, 30%. Нет такой структуры в контексте Нового Завета. Для кого-то только что, может быть, мир рухнул. Но, тем не менее, если мы говорим о понятиях любви и заботы, то ответственность никогда не остаётся равнодушной, пока не удовлетворена нужда. Ишуа переводит взаимоотношения человека и Бога на качественно новый уровень, друзья. И мы помните, с вами с самого начала несколько раз говорили о ребёнке, который отпиливает 10% и отдаёт и говорит, «Нате вам, папа, я вас уважаю, это ваше». Когда мы говорим о вопросах нужды в общине или в церкви, если мы подходим таким образом, я дал вам десятину, что вы от меня, гады, хотите, то это примерно то же самое. Мы как бы откупаемся своём сердце вот этой цифрой, пускай это будет там, знаете, даже 11% или 10%, и мы говорим, я не замечаю больше ничего. Есть люди, которые принципиально говорят, «Я не помогаю людям в нашей общине, потому что я даю десятину, пускай община им помогает». Ну, как бы их справки, пусть крутятся. Я отдал десятину, вот пусть с неё и помогают. Это вопрос сердца, это вопрос сердца. При всём том, друзья, не стоит забывать о нашей ответственности перед Богом за свою семью, близких, не имеющих, странниках, вдовах и так далее. И мы сейчас более подробно об этом поговорим. Что касается нашей с вами семьи. В Ветхом Завете мы видим, что Бог возлагает ответственность на главу семьи, чтобы вся семья могла совершать путешествие в храм на поклонение. После разрушения храма этот вопрос, в общем-то, становится неактуальным. Но, тем не менее, я верю, что вот эта тенденция заботы главы о своей семье, она по-прежнему остаётся для нас, как верующих людей, в контексте Нового Завета. То есть мужчина должен заботиться о семье, родители должны заботиться о детях, дети должны заботиться о родителях. Это нормально. Ненормально, когда, знаете, сыну 50 лет, и мама трясущимися руками, 80-летняя, даёт ему ещё часть своей пенсии, потому что пускай ему будет легче. Так не должно быть. Я верю, что дети должны становиться со временем теми, кто восполняет нужды своих родителей. И да, действительно, на сегодняшний момент нам не нужно с вами ходить в паломничество в Иерусалим, но, тем не менее, мы можем проявлять заботу и должны проявлять заботу о своей семье. Если мы правильно подойдём, например, мы можем взять и откладывать 10%, предположим, условно, на то, чтобы поехать в отпуск всей своей семьёй, на то, чтобы, например, собирать детям на детский лагерь. И часто такое можно видеть, когда доходит лето, родители говорят, я не могу его послать. Почему? Потому что это очень дорого. Сколько это стоит, например, 5000 гривен за 10 дней, о, да кто потянет и так далее. Но, согласитесь, если бы мы с вами пользовались принципами второй десятины, это не было бы проблемой. Если бы мы с вами изначально заложили в бюджет, например, такое понятие, как ретрит, это вообще не было бы проблемой. За целый год, но, согласитесь, разве не сложно насобирать на ретрит? Вообще ерунда, вы бы насобирали и даже не заметили. На развитие ваших детей, на духовное развитие, если посмотреть на это таким образом, как на вторую десятину, обратно, мы говорим об условном понятии, мы не обязаны собирать вторую десятину. Мы говорим о намерении сердца, мы говорим о принципах приближения к Богу, о принципах связи с Богом. Тогда всё может быть очень даже хорошо. Это остаётся на усмотрение главы семьи, но, тем не менее, мы можем делать это таким образом. И 1 Тимофея 5 глава 8 стих говорит, «Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного». Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, не заботится, то тот отрёкся от веры и хуже неверного. И здесь важно понимать, что речь идёт об оценке сердца человека. Насколько ты заботишься, насколько ты открыт. Луки, 10 глава, 25-й, 37-й стих. Такая знаменитая притча о самарянине, о добром самаряне. И мы помним, что притча была рассказана в контексте Синайского Завета. То есть все притчи, которые Ишуа рассказывал, они были в контексте Синайского Завета. Но, тем не менее, и для нас они несут определённый смысл. Кто наш ближний? Кем является человек ближним? Церковь, мы читаем, первоапостольская церковь, занималась активно помощью и попечением о вдовах. И не только. И вы помните, что для людей было очень нормально. Ещё раз, храм по-прежнему стоит, но люди продают имение. Вот мы читаем книгу «Деяний», помните, да? И приносят к ногам апостолов для того, чтобы заботиться о своих ближних, заботиться о тех, кто находится в отношениях Нового Завета с тобой. Нужно ли отдавать? Сколько нужно отдать? И дом тоже, и землю тоже. Во-первых, мы не знаем, кто и как что продавал. Во-первых, если быть строгим по Писанию, правда? Мы же не говорим о том, что и жил там человек, у которого было 23 ребёнка, он продал, и пошли они бомжевать по всему миру. Там не написано так. Может быть, продавали люди, которые были одинокие. Может быть, они их каким-то образом, обратно, мы не знаем, как эти договора составлялись. Но что мы можем увидеть? Например, Анания и Сапфира, которые пришли и принесли к ногам апостолов в цену проданного. Вот здесь вот очень важный момент, который мы видим. Мотивация сердца. Мотивация сердца. Потому что они, в общем-то, хотели определённую награду. Проблема была не в том, что они принесли мало. И апостол, он говорит им, послушайте, всё, что вы продали, находилось в вашей власти. Никто вас не заставил. Никто не просил вас. Вы могли прийти и сказать, это часть того имения, которое мы продали. И все бы сказали, какие вы молодцы, мы почитаем вас. Но мы отдадим это сиротам, вдовам. И там написано, что они брали же эти деньги и распределяли сразу в зависимости от нужды, которую видели. Ещё раз, это всё происходило параллельно храмовым движениям. Потому что храм по-прежнему стоял. По-прежнему ты должен был заботиться о левите, должен был заботиться о сироте, о вдове, всех тех категориях, о которых мы с вами говорили. Но эти люди, они сверх своего обычного даяния захотели давать больше. И мы видим, что проблема с Ананией и Сапфирой была именно в этом. Именно в этом. Человек захотел похвалы, захотел славы за свой поступок. И пришла смерть. Быстро и конкретно. Я думаю, что если бы сейчас приходила такая быстрая смерть, всё бы изменилось в нашем служении. Был ли это поступок по плоти или не по плоти? Может быть. Но как он говорит, что вложил сатана во мысль солгать Духу Святому. Вы же понимаете, что любая ложь, она по плоти. Любое желание похвалы, вот именно такого плана. Я не говорю о здравом ожидании, оценке здравой за свои действия. Но такого вот, как бы, хвалите меня, посмотрите, я великий человек. Да, это гордыня. Всё это по плоти. Всё это по плоти. Всё это противоречит Духу Святому. Возможно, побуждение было правильным. Возможно было, Дух Святой, возможно, знаете, работал с жизнью человека. И я знаю такие моменты, когда Бог, Он специально начинает будоражить что-то в нашем сердце, чтобы обратить на это внимание. Вот ты хочешь сделать пожертвование, и ты понимаешь, что на самом деле ты не умеешь, например, жертвовать, или ты жадный, оказывается, а ты не знал. Но Дух Святой, Он начинает будоражить, и ты начинаешь делать эти пожертвования, делаешь их неправильно, это тебя беспокоит. Ты понимаешь, ты каешься, ты учишься. Это процесс обучения. Но знаете, что интересно, что на тот момент, какой принцип мы можем увидеть? Люди находились в очень близком присутствии с Богом. И что интересно, чем более явное это присутствие, тем быстрее приходил результат, как в хорошую сторону, так и в плохие последствия. И благословение приходило быстро, и наказание приходило быстро. Это особое такое вот время. Сейчас у нас, ну как бы немножко по-другому жизнь она складывается. Мы не всегда сразу сталкиваемся с последствиями наших решений. То есть некоторые вопросы, они двигаются, на это уходят время, годы и так далее. Итак, для нас все же важно увидеть такой момент. Первая церковь заботилась о социально незащищенных слоях населения. Деяние 6 глава 1 стих. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Смотрите, основной момент для нас это ежедневные раздаяния потребностей. То есть были какие-то, может быть это кухня была какая-то, были вдовы. И была проблема в том, что определенных вдов почитали, а определенных не почитали. И мы знаем, что пришлось решать этот вопрос. Они выбрали диаконов, которые занимались, пеклись о столах, которые занимались благотворительной кухней. Деяние 4 глава 34-35 стих. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду». То есть достаточно просто. «Приносили и каждому давалось». Божий народ несет ответственность за своих братьев и сестер в контексте Нового Завета. Друзья, мы ответственны друг за друга, за состояние друг друга. Ефесянам 2 глава 13-й стих говорит, «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христова». Не только с евреями, о которых идет речь в данном месте Писания, но и друг с другом. Итак, вопрос семьи, вопрос вдов, вопрос сирот, он по-прежнему остается актуален в период Нового Завета. Мы видим это в Писании, мы видим, как поступают верующие люди. Что же насчет неимущих, бедных людей? 1 Иоанна 3, 16-17. Такие знаменитые места. 1 Иоанна 3, 16-17. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья». Иакова 2, 14-16. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? И если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Ефесянам 4, 28-й стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». И существует еще целый ряд мест Писания. Это Деяние 20-35, Матфея 25-34-40. Деяние 20-35. Мы не будем все читать, но можете прочитать дома. 25, Матфея 34-40. 1 Тимофея 6, 17-18. 2 Тимофея 13, 16-16. 3 Тимофея 14, 12-14. Иными словами, чем больше мы смотрим эти места Писания, тем больше мы будем приходить к осознанию того, что люди, которые нас окружают, действительно наши братья, наши близкие. Я говорю о верующих людях в первую очередь. Мы связаны с ними, потому что помещены в одно тело, в одну Божью семью. Поэтому забота у наших братьев и сестры – это в определенном смысле тест для нас, который показывает, насколько Божья любовь пребывает в нашем сердце. Существует также категория людей, которые Писание определяет как странники. Не странные люди, а странники, то есть люди, которые путешествуют. И вот что Новый Завет говорит об этом. 1 Петра 4, 9. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Римлянам 12, 13. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Ревнуйте, то есть будьте ревностны в том, чтобы принимать людей к себе домой. Мы понимаем, что для нас это сложно во многом. Но тем не менее, есть свое благословение, когда мы открыты для принятия людей в свой дом. Иакова, 1 глава, 27 стих. «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Итак, давайте попробуем сделать в определенном смысле итог того, что мы увидели относительно периода Нового Завета. Мы имели священников и левитов, сейчас мы имеем служителей. Мы имели семью и ближних в контексте Синайского закона. Мы по-прежнему имеем заботу о семье и ближних. Мы имели в Синайском законе заботу о неимущих, пришельцах, сиротах, вдовах. И все тоже остается в контексте Нового Завета. То есть Бог по-прежнему заботится об этих категориях людей. Теперь вот встает вопрос. Сколько? Сколько? Вы знаете, это сложный вопрос на самом деле. Но Ишоа говорил таким образом, что ваша праведность, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Это очень важное такое замечание. Их праведность, она позволяла им следовать, предположим, 27,5% или 30%. То есть, знаете, когда мы размышляем об этом, те люди, находящиеся в Синайском законе, они делали такое действие, они жертвовали. И это не было для них какой-то бедой, каким-то наказанием. И мы видим, что Синайский Завет, он уделял внимание сердцу, уделял внимание тому, как человек приходит, как приносит. то как же будем выглядеть мы в контексте Нового Завета, если мы будем ограничиваться всего лишь 10%? Да, нет жесткого предписания. Некоторые говорят так, если ты не будешь приносить десятину, то придут на тебя все проклятия, и будешь ты вдоль и поперек, и пятое, и десятое. Послушайте, точно так же, как не было наказания за непринесение десятины во время Синайского Завета, мы не видим наказания за непринесение десятины во времена Нового Завета. Но принцип этого остается тот же. Если мы не заботимся о нашей общине, то она просто развалится. Если мы не позаботимся о том, чтобы у нас была арендная плата, то мы просто не соберемся в следующий раз. Все будет очень просто. Если мы хотим, чтобы наш пастырь не прибегал после завода, как загнанная лошадь, и выдавал нам какую-то, знаете, там непонятную проповедь, потому что все очень сложно, то дайте ему возможность учиться. Если вы хотите грамотных учителей, дайте им возможность учиться. Мы все с вами понимаем, что когда мы приходим, например, в больницу, и нам нужен врач, мы хотим человека образованного и опытного, правда? Мы хотим, чтобы человек не просто где-то что-то когда-то в каком-то журнале медицина что-то читал и умел там хотя бы сказать, что там примерно, чем там, знаете, зеленкой помазать вас. Мы хотим, чтобы человек разбирался в каких-то вопросах. И формирование служителей — это процесс, на который нужно и время, и ресурсы. И здесь для нас важно понимать важность этих вещей. Когда тело Христа видит эту значимость, тогда организуются институты, тогда организуются служения различные, различные вспомогательные такие вот органы, где можно учиться, и это хорошо. Нужно понимать важность этого. Поэтому, друзья, не заботясь, вы не удивляетесь тогда, что так все грустно. Не имейте тогда великих ожиданий, потому что левит, о котором народ переставал заботиться, он был вынужден идти и наниматься где-то в наймы. Уловили суть? Да? Спасибо. Спасибо.